Холодное оружие первой мировой войны. Что здесь у нас? Ну, самым основным видом холодного оружия, самым массовым, я бы сказал, это, конечно, штыки. Мы уже разбирали Моссина, штык карабина Маузера, это уже тоже укороченный вариант, был еще более длинный бутчер, так называемый. То есть, это два основных, что противостояло друг другу в бою. Еще британский карабинфилд со штыком, получается, алебарда. Алебарда, это прям, ну это меч такой, да, небольшой меч? Ну да, его можно было использовать и как штык, и как тесак. То есть, ну, чтобы понимать, друзья, это размер, ну вот, римский гладиус. Да. Он был примерно такой, только пошире, а так это вполне себе, ну, не сказать, что прям сильно сбалансирован, то есть, может, чтобы не очень удобно будет долго фиктировать, но там долго никто не фиктировал. Ну, и не предназначался, он предназначался в основном, это вы одели его на карабин и используете в штыковом бою. То есть, видите, насколько вы можете не подпустить к себе противника. Копье. Копье алебарда. Копье алебарда. Также использовались разного вида саблей и шашки. Вот у нас драгунская, российская, с ножнами. Драгунская и здесь... Это морской палаш. Ну, рукопашные, я думаю, вряд ли, что моряки дрались, но как цереминальное оружие он использовался. Но он огромный, то есть, это не при моем росте. Во-первых, это будет тащиться по палме корабля, потому что он реально очень длинный, а во-вторых, я его просто не сумею вытащить, мне длины руки не хватает. Ну, это, это, как это, церемониальное, да? Ну, более бы назвал парадным оружием, потому что в Первую мировую войну я не помню одного случая, чтобы корабли сходились в абордажном бою. Ну и так, походить, покрасоваться, колбаску порезать. Как применялось холодное оружие? Какие приемы фехтования, может быть? Ну, как применялось? Холодное оружие, вот именно, да, вот Драгунка, она применялась как рубящее оружие, то есть, можно было рубить, ей же можно было колоть. А чем она отличается от шашки? Есть у нас вот образец поздней шашки. Да. Вот как понять? В отличие гарды, видите, нет гарды. Ну, есть же шашки с гардой. Нет, шашки с гардой… Есть. Ну, редко, но есть. Ну, есть. Еще полупогружные, вообще историю шашки можно разбирать довольно долго. Вот, то есть, а эта шашка, эта… Ну, во-первых, изгибом, посмотрите, видите, они немножко отличаются вот в этой части, она более прямая, то есть, это более рубящее оружие. Ага, а там рубочка получается… Чуть-чуть изогнута, да, конечно. Вот, самое интересное, что недавно мне попался только интересное исследование, где показывали преимущество шашки против катаны. А, где это тоже идет. Да, что катану нужно достать и готовиться к бою, а шашкой можно наносить удар сразу вот. Не… Да, да, да. То есть, просто провожая руку. Удар уже идет у тебя. А это вот что за недошашка? Это кинжал. Это бебут. Это бебут. Это для вооружения пулеметных артиллерских команд. Вот, холодное оружие, потому что они, как мы уже говорили, что были вооружены либо пулеметом, либо карабинами, на которые штык не старости. И в рукопашном бою они использовали вот такой вот получасак, я бы его назвал. Получасак. Где этот английский? Да. Вот, сравним. Ну, я бы сказал, что бебут поудобнее. И пошире, и… Ну, он чуть более сбалансированный. Если прям вот что-то делать, то, конечно, бебут им удобнее, но по размерам они вполне сопоставимы. Здесь есть защита. Но, с другой стороны, зачем она нужна? Это защита. Это даже не защита, это больше крепление к стволу винтовки. Офицеры получали… Фехтование. Естественно, офицеров обучали фехтованию, то есть еще в кадетских корпусах, в юнкерских училищах. То есть офицеры обучались фехтованию. Причем начинали так, как я читал, что с рапир начинали, с спортивного фехтования. Потом уже было фехтование на саблях, на шашках. Ну, потом уже ряд, это уже пошли, более позже они уже начали с спортивной дисциплины. То есть было фехтование на рапирах, фехтование на шпагах, фехтование на саблях. Самое интересное, что знаете, что даже еще в Советском Союзе в 60-е годы был такой вид спорта, как фехтование на карабинах с эластичными штыками. И космонавт Береговой был одним из мастеров. На карабинах? На карабинах с эластичными штыками. То есть мы брали карабин, здесь был штык и надо было... Да, вот именно спортивное фехтование. Только штыки, естественно, были не боевые, а не полоска металла и загнута с другой стороны. То есть фехтование именно было как бы частью спортивной... Сдавайтесь, сударь! Ну, одной рукой это не получалось, конечно. Ну, когда говорят фехтование, обычно себе представляют что-то подобное. Если уж уйти глубже намного в историю, вот карабин Мосина, СКС, ой, точнее Симонова, извиняюсь. Симонова, Симонова. СКС, он тоже оснащен штыком откидным. А это то, с чем сейчас у нас... С чем ходит рота почетного караула? Основное это... Ну, возьмем уже более правильную винтовку. Ну, например, возьмем драгунку, да? Она немножко короче, потому что пехоткой здесь можно не размахнуться. Возможно и ведущего поранить. Да. Вот. Основной... Это удары были. То есть короткий, длинный и также удар прикладом. То есть коротким бей, длинным кали, прикладом бей. Давайте выйдем на улицу. Мы попробуем. Там есть мешки десятки. Вот так? Да. И длинный. Длинный. Это вот так. На самом деле ударов было два. Это короткий удар. Не уверен, что правильно выполняет. И длинный удар. Ну, собственно, все фехтование к этому и сводилось. Никаких там парирований, ударов, ничего этого не было. Еще был удар прикладом. Удар прикладом? А, ну и был удар прикладом. Это, получается, вот как-то... Ударов бы с вами был много. Грозное оружие. И надо вам сказать, что вот я потыкал пару минут. И уже согрелся. Она же висела вверх в лезве. Да, 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 вот то есть удар. И ты прав. Верный удар уже шел. Ты уже бил. А если у тебя она внизу висит, то тебе надо вытащить, понять. Развернуть. А здесь сразу... О, катана! Получается, когда вы достаете, вы должны изготовиться. А здесь просто одно движение. Можно мне? Ух, у нас веселуха сегодня. Катану достали. Класс. Настоящая? Нет, это более сувенирная версия. Прикольно. Осторожно, острая. Более сувенирная версия. Ну, тут нам для съемок попросили ее заточить, чтобы можно было перерубить платок плывущий по воде. А, и как? Перерубили? Перерубили. Любую железку можно хоть рельсу заточить. А. Просто, насколько ее хватит, рубли. Редактор субтитров А. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова